Рыцарь гравюры – это не только название выставки. Так искусствоведы еще называют самого мастера графики 20 века Илью Багдыско. К его столетию в музее имени Эрзи открылась небольшая выставка его подлинных работ из коллекции Владимира Беликова. Я был знаком с Ильей Трофимовичем последние лет 5-8. Он уже был пожилой. Жил он в Петербурге в авторе. Очень добрый мужик. Вот такая капна волос у него. Когда он мне открыл дверь, я где-то даже в вступлении к своему каталогу написал, дверь открыл, прям какой-то лев такой, с кахтунной волос. Много бесед было, много показов его работ, потому что вся мастерская была завалена, собственно, работа. Даже это не мастерская, это квартира была. Все работы, которые здесь представлены, которые в каталоге, там все мастерские работы – это подарки автора. Это вообще дорогого стоит. За свою творческую жизнь Багдеско оформил и проиллюстрировал более сотни книг. Вершиной творчества народного художника СССР Сталин – иллюстрации к Дон Кихоту Сервантеса, над которыми он трудился почти 20 лет. Эта книга в мире очень популярна. Есть мнение, что по числу изданий она уступает лишь Библии. Поэтому работы именно к этой книге и представлены в экспозиции. Здесь мы, вот этот фрагмент моей коллекции по Багдеско, это посвященный Дон Кихоту. Он сделал около 42 листов, кажется, Батон Кихоту с различными вариантами. Это рисовый гравюр, очень трудная техника. Багдеско освоил рисовую технику уже в зрелом возрасте и посвятил этому искусству около 40 лет. Его талантливой руке принадлежат множество произведений к текстам Достоевского, Пушкина, Свифта. В музее Ирзи представлено более 20 графических листов к роману Сервантеса. Багдеско не пытался рассказать произведения, а хотел лишь передать идею. Поэтому он тщательно изучал текст романа и знакомился с эпохой, в котором творил испанский писатель. Выставка «Рыцарь гравюры» уже успела объехать множество российских городов и даже побывать за рубежом. У меня эта выставка проходила в Мадриде. Ну, для Мадриды, вы понимаете, Дон Кихот, то, что для нас Пушкин, а то и выше. И там, конечно, тоже интерес был у испанцев к этим работам. Музей имени Ирзи подарил российскому коллекционеру две книги. Одна из них с фотографиями работ Степана Ирзи. А Владимир Беликов передал в библиотеку нашего музея каталог с гравюрами Ильи Багдеско из своего собственного собрания. Анастасия Суркова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Продолжение следует...